Анатолий Некрасов. Материнская любовь. Все самые сложные вопросы. Советы и рекомендации. Исполняет Станислав Иванов. Я ехал в вагоне метро из театра после просмотра широко известного спектакля о материнской любви, а точнее о ее недостатке. Многими исследована тема, когда мать бросает ребенка. Да, эта драма встречается в жизни, но на самом деле это еще не самая страшная беда. Гораздо чаще встречается другая драма, которая не так ярко выражена, и поэтому на нее обращают внимание меньше. Те случаи, когда материнская любовь проявляется с избытком. Вот она-то и приносит людям наибольшие проблемы, но об этом мало говорят и пишут. Именно об этом я думал, сидя в вагоне. Поздний вечер, людей мало. На душе тяжелый осадок после просмотра спектакля из-за того, что тема по-настоящему не раскрыта, несмотря на то, что спектакль идет уже больше сотни лет и написан известным классиком. И здесь начала рождаться идея альтернативного спектакля. Именно идея, без каких-либо планов ее реализации. Во-первых, я никогда не считал драматургию своей сферой. Во-вторых, большая загруженность другими вопросами не позволяла углубиться в эту тему. Хотя я сразу почувствовал уверенность в том, что такую пьесу я смог бы написать, так как тема мне хорошо знакома. Причем с другой, более трагичной и более масштабной стороны. И вдруг на остановке заходит женщина, как две капли воды, похожая на мою давнюю пациентку, в такой же черной одежде, как много лет назад, когда ее привели ко мне. Та женщина потеряла сына и уже два года жила погруженная в свое горе. Она не могла видеть радостные лица. Как человек, женщина может улыбаться, когда у нее погиб сын. Это был сложный случай, ее никто не мог вывести из этого состояния, а у меня было всего два часа времени до ее отлета. Мне удалось вернуть пациентку к жизни благодаря тому, что я понимал главную причину трагедии и смог донести ее женщине. И этот случай я запомнил на всю жизнь. И вот ее двойник, копия, появилась в вагоне метро, чтобы подсказать мне, что тема жива и важна, и что пришло время раскрыть и донести эту тему людям. Я уже давно не удивляюсь такому творчеству мира. Это была явная подсказка мне, и я сел за работу. Так была написана глава «Материнская любовь» для книги «Живые мысли». Прошло несколько лет, и все это время данная тема давала о себе знать. Накопилось много новых примеров, я исследовал этот вопрос еще глубже, а когда собрался писать очередную книгу серии «Мир во мне», пришло еще несколько знаков, которые не оставляли сомнений, о чем писать. Вообще-то, примеров избыточной материнской любви встречается превеликое множество. Буквально каждый день. Это поистине массовое явление. И когда вы прослушаете эту книгу, вы будете видеть происходящее значительно глубже, и сможете разглядеть эту проблему со всех сторон. Ну, например, чем не знак. Приходит журнал «Семь дней», и на обложке крупно написано «Ольга Понизова, я живу только ради сына». И это тиражом более миллиона экземпляров. Я уже знаю, какая будет жизнь у этого сына. Допустим, это ее личные проблемы, но подобное мировоззрение выносится на огромную аудиторию и может стать примером для многих. И этому постулату ничего не противопоставляется. Никто не скажет таким же миллионным тиражом, что она губит своего сына. Телепередача «Моя семья», в девяностые годы собиравшая у телевизоров десятки миллионов человек, также не рассматривала губительное влияние избыточной материнской любви. Об этом почти никто не говорит, кроме, пожалуй, специальной психологической литературы. Хотя этот вопрос и там исследуется недостаточно глубоко. В тот день, когда я уезжал в творческую командировку для написания книги в город Озеры, я получил письмо из города Эс, в котором женщина рассказывает о том, что у нее погиб двенадцатилетний сын. Письмо пронизано горем этой женщины, и из него становится ясно, что с отцом мальчика она разошлась пять лет назад, потому что он начал злоупотреблять алкоголем. Из письма видна огромная любовь к сыну и большое желание единения с ним. Она во всех случаях говорит «мы». Мы лечились, мы поступали так и тому подобное. Налицо обычная картина избыточной материнской любви, которая привела к трагедии. Это письмо было последней каплей. А несколько ранее я получил знак другого рода. В Москве проходил первый международный конгресс матерей. Проводился он в зале соборов Храма Христа Спасителя. Обставлено все было очень солидно, шикарный зал, много зарубежных делегаций, представительные гости, серьезные темы выступлений, высокий статус форума. Меня пригласили выступить на этом конгрессе, и я решил заявить тему «Материнская любовь. Обратная сторона медали». Как я и предполагал, все выступавшие говорили только об одной стороне материнской любви, о великой роли матери, и никто не сказал о женской роли и о роли мужчины и пары. Как будто вся жизнь заключается именно в материнстве, и оно существует само собой без союза мужчины и женщины, без их любви. Даже православный священник в своем выступлении сказал «мужчин-то вы куда дели?». Профессор психологии, ведущая форум, стала потихоньку отодвигать мое выступление, так как была знакома с его содержанием, и, как я понял позже, не согласна с моей позицией. Я это заметил и напомнил ей о себе. Наконец она дала мне слово, предварив его такой фразой. «Сейчас я предоставлю слово человеку, с мнением которого вы наверняка будете не согласны, но проявите терпение и выслушайте его. Нет, худо без добра». Таким предисловием она только вызвала интерес к моему выступлению и разбудила засыпающую аудиторию. И, что удивительно, мои слова об огромном вреде избыточной материнской любви, о том, что в системе ценностей на первом месте должна стоять любовь между родителями, а не к ребенку, вызвали понимание и положительную реакцию у большинства. Это меня порадовало, но ведущая не сдавалась. Она поставила на голосование, необычный случай, основные постулаты моего выступления, и в результате оказалось в меньшинстве. Всего два человека, она и ее заместитель, в полутора тысячной аудитории проголосовали против. Я получил подтверждение тому, что мои исследования идут в верном направлении, что в глубине души многие люди признают отрицательное воздействие оборотной стороны материнской любви. И следующий шаг — перенести это знание в практику жизни. Так и рождалась эта книга. В системе ценностей на первом месте должна стоять любовь между родителями, а не к ребенку. Не спешите отрицать. Послушайте. Подумайте. Понаблюдайте за жизнью, и вы наверняка согласитесь со мной, и сами найдете множество подтверждений сказанному. Это может перевернуть ваше мировоззрение, и вы станете мудрее. А главное, если вы не будете все тотально отрицать и творчески подойдете к этой теме, то многое сможете изменить в своей жизни и в жизни своих детей в лучшую сторону. Материнство и любовь. Материнское сердце в детках, а детское — в камне. Пословица. В поездах каждый раз происходят интересные встречи. В тесное пространство купе-вагона на много часов, как в барокамеру, заключаются несколько человек, благодаря чему создаются прекрасные условия для глубокого общения. И мир всегда дает мне различные ситуации для научения, набора опыта и помощи людям. Я уже не раз описывал дорожные ситуации. Они, как правило, простые, обыкновенные, но несут в себе много мудрости. Вот и в этот раз в купе завязался разговор. Надежда, так звали мою попутчицу, ехала в Москву. К сыночку еду. Он в военное училище заканчивает. Судя по всему, сыночку уже годы двадцать два, двадцать три. Большенький сыночек-то. А вы называете его все еще так уменьшительно. А он для меня будет маленьким до конца моих дней. Ведь он мой ребеночек. Да к тому же он последний. Я его так и зову. Мой маленький. Я понял, что мир снова привел мне классический пример избыточной материнской любви. И я решил эту женщину вовлечь в психологический спектакль. Интересно, как-то вы родили ребенка без мужчины. Почему вы говорите, что ребенок мой, а не наш? Да, конечно, муж принимал участие в его рождении. Как же без него? Но я привыкла считать ребенка своим. Тем более с мужем у нас плохие отношения. Да к тому же он пьет. Все матери так говорят. Мой ребенок. Да, действительно, многие матери так говорят о детях. Да, к счастью, не все. И знаете, я заметил, когда мать называет ребенка своим, а не нашим, то это сразу показывает, какие в семье отношения, и уже можно предположить, какая будет судьба у ребенка. Это может служить простейшим тестом, который всегда точен и дает весьма объективную картину. А с мужем плохие отношения, скорее всего, именно из-за того, что для вас дети – самая большая ценность в жизни. Да и пьют мужчины часто из-за того, что не чувствуют истинной женщины, так как она всю свою женскую энергию переводит в материнство, обделяя мужа. Вот мужчины и начинают попивать, погуливать. Для меня дети – самое дорогое в жизни. Ради них я и живу, а как же иначе? Для любой матери, если это действительно мать, а не какая-нибудь вертихвостка, дети – всегда самое дорогое. Мать и жизнь отдаст за ребенка. Слава Богу, не все так думают. А то бы разумная жизнь на земле уже давно бы перестала существовать. Слава Богу, не все так думают. А я с детьми – другой. Он мало интересуется жизнью детей, да и вообще всеми домашними делами, поэтому все на мне. Скажите, разве ваша жизнь так начиналась? Разве раньше муж вам не нравился? И что он с самого первого дня стал пить? Скорее всего, таким он стал с годами рядом с вами. Следовательно, и вы причастны к такому его росту. С ним с самого начала было непросто. Он сильно привязан к своей матери. И она постоянно вмешивалась в нашу жизнь и очень сильно мешала. Вот видите, жизнь вам уже показала пример того, как сильная привязанность к ребенку мешает его жизни. Зачем вы повторяете ошибку свекрови? Неужели вы не видите, что идете этим же путем? Судя по всему, вы сильно привязаны к своим детям, и их ждет такая же судьба, как и отца. Ведь детям можно дать только то, что имеешь сам. Вот вы с мужем и передаете им те же самые проблемы. Вот в таком ключе мы и беседовали. Я знаю, что многие женщины примерно так и вели бы беседу. Дорога была длинная, и мы многое обсудили почти всю ее жизнь. Много интересного Надежда узнала о себе и о своей жизни благодаря взгляду человека со стороны и к тому же психолога. Получилась многочасовая глубокая психотерапия. Надеюсь, что женщина извлекла уроки из этого общения, и что-то изменится в ее жизни в лучшую сторону, ведь не зря ее мир свел со мной. Я не буду здесь приводить всю беседу, потому что книга целиком об этом, об отношениях мужчины и женщины, о детях и родителях, семье и роде, и, конечно, о любви. И я еще раз убедился, насколько типичные ошибки допускают люди в жизненных ситуациях, а потом сетуют по поводу возникших проблем. Поэтому хватит предисловий, пришло время углубиться в тему. Жизнь постоянно учит людей, буквально каждый день создавая множество ситуаций, как примеры и уроки. Некоторые из них очень серьезные, и среди них множество драматических и даже трагических. Автобус с детьми попал в аварию. В роддоме младенцев заразили смертельной болезнью. Сгорел детский дом, и в нем погибли дети. Обрушилась крыша аквапарка, именно той его части, где находились дети. Разбился самолет с детьми, террористы захватили школу, насиловали, убивали детей. Подобных сообщений каждый год множество. Не говоря уже о том, что масса детей умирает от болезней, тонет в водоемах, попадает под машины, а то и просто исчезает неизвестно куда. Почему погибают дети? Что они успели такого сделать в жизни? Какие грехи совершить, чтобы так рано уйти из жизни? Да еще и трагически. Трудно принять трагедию в качестве урока. Вот мы и не принимаем. Уроки повторяются, и трагедия следует за трагедией. Снова и снова гибнут дети по отдельности и группами. Телевидение, газеты разносят эти уроки на весь мир. Мы по-прежнему не желаем понять основную причину происходящего. Ведь эти страшные сигналы предназначены для каждого из нас. Мы этого не поняли, и вот уже драмы происходят совсем рядом, касаются наших близких. Судя по всему, такие уроки будут еще продолжаться, так как сознание людей меняется медленно. Когда гибнут дети, пусть даже чужие, очень трудно сохранить ум спокойным и объективно разобраться в причинах происшедшего. Но пришли другие времена, и сейчас есть все необходимые условия, чтобы мы стали более осознанными и смогли глубоко разобраться в причинах происходящего. Иначе проблемы могут нарастать. А наши дети и не должны по непонятным причинам уходить из жизни. Поэтому рассматриваемый вопрос жизненно важен. Душа ребенка, уходя из жизни, не страдает. Страдают родители. Это в первую очередь для них происходит трагическое событие, а также для тех, кто рядом, и тех, кто случайно невольно узнал об этом. Что же за уроки должны извлечь люди из каждого такого случая? Первый урок. Самый важный и самый сложный. Понять истинные причины происшедшего. Мне приходилось много раз общаться с родителями, потерявшими детей, и разбираться в причинах, приведших к этим трагедиям. Пришлось беседовать и со многими матерями Беслана, у которых погибли дети. И вот мой многолетний опыт показывает, что главная причина преждевременной гибели детей – в избыточных чувствах к ним со стороны их родителей. То есть нарушение системы ценностей первично. Кому-то может показаться невероятным, что избыточное родительское, а чаще всего именно материнское чувство, и является причиной больших и малых трагедий. Не спешите отрицать, ибо я постараюсь доказать, что это именно так. Кто прислушался к моим доводам, воспринял их, тот многое изменил в своей жизни. Мало того, те, кто был на грани потери ребенка, осознав проблему, спасали своих детей. И таких примеров достаточно много, чтобы подтвердить верность указанной причины. Символичны сцены из Библии, когда Авраам приносит Богу в жертву своего сына. Эти страницы наполнены большой мудростью. Человеку предлагается восстановить в своей жизни истинную систему ценностей. Не дети являются самой большой ценностью, а Бог, то есть любовь. Этот урок был дан человечеству тысячелетия назад. А много ли тех, кто научился на этом и других уроках? Большинство родителей считают детей самой большой ценностью в жизни. Но это глубочайшее нарушение природных законов. Животные, следуя этим законам, всегда вовремя отпускают свое потомство и благодаря этому получают здоровое продолжение вида. Когда уже произошла трагедия, очень сложно донести до родителей причины случившегося. Только по истечении какого-то времени они могут что-то понять и принять. Чтобы не было таких трагедий, чтобы родители страдали все меньше, давайте разберемся как можно глубже в этом вопросе. Чем больше людей будут осознавать истинные причины проблем с детьми, тем меньше будет сложностей. И не только у этих людей, но и у многих других. Как говорится в Библии, спасись сам и спасутся тысячи. Главным действующим лицом во всех этих драматических и трагических спектаклях жизни является материнское чувство. Встречаются и отцы, безумно любящие своих детей, но значительно реже. И это понятно, ведь материнство пробуждается в женщине уже во время беременности и создает блаженное ощущение того, что в ней заключена новая жизнь и счастливое состояние ожидания нового человека. А далее появление на свет ребенка, изумление и радость, когда она держит его впервые на руках глубокое наслаждение и удовлетворение, откормление грудью, счастье от того, что он нуждается в ее заботе и любви. Все это создает удивительный и неповторимый комплекс материнских чувств и эмоций. Это действительно так. Большинство матерей все это испытывают в полной мере. Но мать делает больше, чем просто дает ребенку жизнь. Она более чем кто-либо формирует его характер, мировоззрение, судьбу. Так рождается святая материнская любовь, о которой принято говорить только высоким стилем. На фоне вознесения материнской любви вплоть до божественных сфер говорить о ее оборотной стороне довольно рискованно, но необходимо. Человеку нужно осознавать обе стороны этого чувства, занимающего в жизни человека огромное пространство. Материнство – это программа, заложенная в человека в момент его создания в виде инстинкта. Программа необходима для рождения и воспитания потомства. Это программа животного мира, но животные, в отличие от человека, вовремя отпускают своих малышей, даже прогоняют их в самостоятельную жизнь, с тем, чтобы те выросли приспособленными и достойными своего вида. У людей же к инстинктам добавляются дополнительные программы социума. И вот благодаря установкам общества материнство становится главным в жизни женщины. С детства девочки внушают, что она должна стать матерью. Вокруг она видит именно такую жизнь. Продолжение следует...